Всем привет-привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Меня зовут Марина, кто со мной не знаком. И сегодня делаем очередную серию нашего расклада ежедневного, что происходит в его жизни прямо сейчас. Я, кстати, очень редко захожу на каналы других торологов, но сегодня почему-то меня потянуло пойти посмотреть на популярные каналы торологов. Я увидела, что эту тему подхватили очень-очень многие торологи. Вплоть до того, что даже и вопросы там идут в раскладах приблизительно такие же, как у меня. Мне это приятно. Значит, я абсолютно не против таких вещей. Нравится, пускай берут эту тему, без проблем. Но мне приятно, что эта тема действительно так зашла в аудиторию. И уж тем более я знаю, что мои подписчики очень любят этот расклад. Сегодня буду делать расклад на классической, но все-таки очень интересной и по, так сказать, неординарно отрисованной колоде Таро Ангела-Хранителя. Вам нужно визуализировать вашего партнера. Назовите его имя, дату рождения. Представьте, как он выглядит. Пока подготавливаю колоду. Напоминаю, что, пожалуйста, заявочки на обучение присылайте на WhatsApp. Ссылка на мой WhatsApp находится под каждым видео. Кликайте по ней. Пишите сообщение большими буквами обучения, чтобы я оперативно увидела ваши сообщения. Я обязательно с вами свяжусь. Расскажу вам о моем обучающем курсе. И, как всегда, моя благодарность вам за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты, за ваше спонсорство. Огромное вам спасибо за то, что поддерживаете мой канал и благодарите меня за мою работу. Мне очень-очень приятно. Низкий вам поклон, мои дорогие. И дай бог вам от Вселенной в миллион раз больше. Итак, я надеюсь, вы определились с тем, на кого вы смотрите расклад. И сейчас мы посмотрим, какие энергии его окружают, что у него там, в принципе, происходит. Четверка мечей. Так и хочется сказать. Балута рутина. При остановлении. Пауза. У кого-то, не дай бог, может отыграться не очень хорошее самочувствие. У кого-то человек может приболеть. У кого-то прям даже заболеть. Не дай бог, конечно. Но может быть по этому аркану. У кого-то может просто отдыхать. Устал, прилег и дремает. Либо спит на тот момент, когда вы смотрите этот расклад. Но вообще это аркан стабильности, стагнации, недвижения вперед. Здесь человеку как будто надо остановиться, отдохнуть, подумать. Для того, чтобы дальше как-то успешно по жизни двигаться вперед. Вот такой аркан. Естественно, расклад смотрит очень большое количество людей. Поэтому у каждого отыграется по-своему. Но общая энергетика такова. Какие энергии окружают вашего мужчину сейчас? И пошли опять у нас пентакль за пентаклем, как говорится. Ой, тут мужчина прям продумывает новые какие-то задумки. У него как бы денег заработать хорошенечко. Так и хочется сказать срубить. И тот урожай, те результаты, которые он давно ждал, ожидает, чтобы они наконец-то ему упали сюда. В этот его чан огромный. С пентаклем. Видите, с пентаклей сюда упали. Сейчас они расплавятся, эти пентакли. Он сможет из этого золота слепить все, что захочет. Даже дворец какой-то себе выставить. Продумывает новые какие-то новые перспективы, новые планы. У него прям в голове это сейчас все, так и хочется сказать, колбасится. Какие-то новые планы, какие-то новые задумки, какие-то перспективы. То, чего он, нечто долгожданное, чего он давно хотел, к чему стремился. Он сейчас обдумывает и уже начинает действия какие-то в отношении этого. Ну, тут опять пентакливая энергетика. Он сам вышел королем пентакли. Либо земной стихии мужчина, либо просто человек, который сейчас... Основная мысль – деньги. Кстати, у нас всегда очень хорошо и прям напрямую расклад сочетается, перекликается с раскладом большим. У меня сегодня был расклад, точка, либо будет продолжение, окончание отношений, либо будет продолжение. Там практически в каждом раскладе было что-то похожее. Там три варианта было. Что происходит в его жизни? Это такие энергии его окружают. То есть он этого хочет. Что происходит в его жизни? А вот в его жизни происходят очень и очень сложные какие-то вещи. Здесь шла борьба за что-то скорее в его жизни. И знаете, что-то рухнуло очень-очень серьезное и очень важное для него. Это может касаться его взаимоотношений, его страсти к какому-то партнеру. Нам здесь не показывают определенную женщину, допустим, какую-то, либо мужчину, если вы смотрите на женщину. Но здесь мужчина сейчас закрылся и находится в своих каких-то переживаниях, в своих комплексах, в своих сомнениях даже. Из-за того, что что-то рухнуло, связанное с его страстью, с его яркими какими-то отношениями. Причем я вам уже сказала, это могут быть взаимоотношения как с женщиной, так это могут быть и в принципе какие-то партнерские взаимоотношения с кем-то. То есть он мог поссориться с хорошим своим другом, допустим, либо у них рухнули как-то взаимоотношения в принципе. Что-то планировал с кем-то, да, и эти планы рухнули. Кто-то пытался его на что-то там нагнуть, что-то сделать, да. Либо он кого-то, это тоже не получилось и это закончилось как-то не очень красиво. То есть здесь может быть множество направлений этой информации, но она такова. То есть сейчас у мужчины произошел очень какой-то такой серьезный момент реальных перемен. То есть сейчас у него перемен каких? Именно нечто исчезло из его жизни, разрушилось. Естественно для того, чтобы что-то новое на этом месте выстроилось. Но тем не менее он переживает по этому поводу. То есть здесь может быть во многих аспектах его жизни. Но основная энергия опять идет Пентаклина. Пентаклина. У него опять здесь деньги, деньги, деньги. Не могу сказать, что все успешно идет, все хорошо. Но он не сдается, он продумывает какие-то новые варианты и уверен в своих силах. Думает ли о вас и какие-то мысли, да, десятка кубков? Девочки, конечно, думают и мысли эти с любовью к вам. Думает ли десятка кубков? Конечно, думает. Мало того, что думает постоянно эти мысли с любовью о вас. То есть здесь иначе никак трактовать я не могу. Еще мысли. Да. Еще. Ну, сегодня у нас мысли, если честно, самые прекрасные. И мысли все любовного порядка, во-первых, в отношении вас. А во-вторых, мысли о том, насколько вы прекрасны. По девятке Пентакли он понимает прекрасно, что такой женщины, как вы, где он еще и когда встретит. Потому что умная, потому что красивая, потому что ухоженная, потому что, скорее всего, дарит ему чувства, дарит ему себя, свои эмоции, дарит ему вдохновение. Вот такие мысли. Тут даже и не важно, что между вами произошло. Вполне возможно, нам башню между вами показывают. Может быть, у вас эта башня произошла? Вы тут что-то там пытались друг с другом, боролись как-то, пытался кто-то кого-то пересилить, кто-то кого-то перевоевать, кто-то кого-то заставить подчиниться своей воле. В итоге все рухнуло. Здесь запросто может идти разговор о вас. Но мысли вот такого порядка, потому что, девочки, что показывают, то показывают. Мысли исключительно вот такие сегодня о вас. То есть такое впечатление, как будто только свет, какая-то радость и все самое прекрасное сейчас у него в голове, в его мыслях о вас. Его чувства к вам сегодня. Чувства его к вам сегодня. Еще четверка жезлов. Девочки, новая семья в его чувствах. Вы стабильный, надежный партнер, с которым он хотел бы выстроить этот шатер счастья, общий дом. Вполне возможно, что кого-то из зрителей, даже очень многих, здесь соединяют супружеские узы, потому что это аркан еще и супружеских уз. Либо гражданский брак, либо официальный, но у людей общий дом, и даже ангелы их как бы венчают. Видите, стабильные отношения, стабильные. И на каждом из жезлов, из четырех жезлов, а это стабильность, устойчивость, как ножки стула, стола. И на каждом из этих жезлов сидит ангелочек. Как бы благословляют ваши отношения. В чувствах четверка жезлов. Вот так я и могу сказать. Вы его стабильность. Он понимает, кто вообще вы для него. Вы его дом, вы его счастье, вы его стабильность. Вы именно тот человек, с которым этот шатер счастья можно и нужно строить. Еще один аркан, может быть два даже посмотрю. Но пятерка мечей начала доставать из колоды карты. И пошло-поехало, как говорится. Что-то произошло между вами. Либо происходит здесь. Здесь мужчина любит вас. Но между вами некрасивая ситуация легла некая. Здесь знаете как? Здесь человек самоуверенный. Мужчина вообще самоуверенный. И на основании этой самоуверенности он может даже какие-то глупые поступки делать в ваших отношениях. Неправильные даже так можно сказать. И даже не понимать, что этими поступками, недопонимать, либо не хотеть понимать этого. Он ранит вас. Поэтому если чувства к вам, конечно. Здесь вышли арканы чувств. Здесь человек любит вас. Я даже могу сказать это. У него есть к вам чувства. У него есть понимание, кто вы для него. Но пятерка мечей, шестерка жезлов. Мужчина самоуверенный. Мужчина причиняет вам все равно неприятные моменты. У кого-то прям конкретно боль какую-то вам причиняет. Да. В общем, сложное такое сочетание вышло. Давайте спросим, что его волнует сегодня. Что волнует этого мужчину сегодня? Кроме вас. Есть какая-то ситуация некой как безвыходности. Он понимает, что он связан по рукам и ногам. Что-то не движется, что-то не продвигается в его жизни. Какие-то обстоятельства, может быть, люди мешают. Но, в общем, как будто он некими обстоятельствами связан. На глазах повязка. Руки связаны. Вокруг него стоит чистокол из мечей. Восемь мечей. Но ангелы уже развязывают веревки и снимают повязку с его глаз. То есть рассвет близится. Очень скоро ситуация вот этой безысходности, она изменится. Будет рассвет, будет солнце, будет свет. И он выйдет из этого состояния. В какой-то сфере жизни он сейчас чувствует себя бессильным. И это его волнует. Что он скрывает от вас сегодня? Что вам нужно было бы знать? Страсть свою скрывает. Порывы вас обнять, поцеловать, заняться с вами любовью. Проявить свою страсть. Проявить свой горячий темперамент в отношении вас. Просто подарить вам эту розу, которая цветет в его сердце. Она принадлежит вам, но он это скрывает. Здесь тщательно мужчина скрывает вот такой шикарнейший абсолютно аркан от вас. Ну и что, после этого его умным назовешь, разве? Что происходит в его доме? В том случае, если он живет без вас, да, сейчас. Ну я не знаю, что уж там у вас. Где ваш мужчина живет? Один, с родителями, с женой, еще там с кем, я не знаю, с бывшим, с кем-то. Ну это какое-то сплошное разочарование. Каждый раз идет эмоциональная неудовлетворенность, разочарование, какие-то, знаете, даже самокопания, депрессия. В общем, ничего хорошего. Мужчина находится в сложном эмоциональном состоянии, находясь там дома. Может быть, из-за вас, конечно. Вам, наверное, виднее ваша ситуация. Но ему нехорошо там сейчас. Пятерка кубков, кризисный эмоциональный аркан. Я не буду спрашивать, можно ли ожидать действия от него, потому что вы наверняка смотрели сегодняшний расклад большой. Если нет, то посмотрите. Я спрошу, ваше правильное поведение. Нет, не так. Давайте все-таки спросим. Стоит ли вам делать какие-то первые шаги, если вы сейчас с ним в ссоре, в расставании, допустим? Нет. Аркан смерть. Ох, как же, правда, сочетаются наши расклады каждый день. По аркану смерть здесь вы должны с этим человеком пройти период трансформации, изменения, перемен. И либо возродиться к новым отношениям с ним, но по другому сценарию, либо уже действительно это оставить в прошлом. Это во-первых. А во-вторых, по аркану смерть, конечно, здесь никаких действий с вашей стороны. Карты Таро не видят в правильных, так сказать. То есть не считают, что вы должны как-то действовать в отношении этого мужчины сейчас. Смерть это наоборот. Тише воды ниже травы, успокойтесь, занимайтесь своими делами. И ну как бы, и вот так вот. И еще совет вам. Правильная тактика поведения. По поводу того, стоит ли делать первый шаг. Мы поняли, правильное поведение с этим мужчиной сейчас. Аркан, девочки мои дорогие. Отшельник. Очень многим здесь пора выйти из отношений, девочки. Во-первых, это первый слой информации. Если вы решили выйти, значит выходите. Отдаляйтесь и идите своим путем дальше. Если уже это все, и вы понимаете, что все. А у многих здесь, да, действительно, уже и небеса вам флагом уже машут. Алло, пора, наверное, уже заканчивать. Если же это не так, вы считаете, что вам все равно этот мужчина нужен, вы хотите быть с ним безо всяких разговоров, то значит вам все равно нужно здесь немножко от него отдалиться. Отдалиться, какую-то дистанцию сделать между собой и этим человеком. Наверное, для того, чтобы он осознал, потому что вы видели его чувства, вы видели его отношения к вам, в общем-то. Чтобы он осознал вообще, кто вы в его жизни. Держите дистанцию, так и хочется сказать. Обратите внимание, что маг, маг вышел на дне колоды. Здесь есть манипуляции со стороны вашего мужчины, поэтому здесь он такой не чистый белый ландыш, а достаточно человек, знающий, чего ему нужно. Поэтому не поддавайтесь на манипуляции. Вот такой получился расклад сегодня. Спасибо, мои дорогие, за то, что досмотрели до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если было интересно, я буду просто безумно счастлива. И вы напишите мне об этом в комментариях под моим видео. Если не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, для того, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Желаю счастья, самых безоблачных, чистых, светлых отношений с вашими партнерами, любви, добра и, конечно, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, мои дорогие. Пока-пока. До завтра.